В Харькове области станет больше спортивных объектов. До конца года в каждом районе региона появятся спортплощадки с тренажерным и гимнастическим оборудованием и со специальным синтетическим покрытием. В Балаклийской школе номер один готовят к открытию новую спортивную площадку. Порядка 800 школьников смогут заниматься разными видами спорта, а в зимнее время заливать каток для игры в хоккей. Площадка многофункциональна, она подготовлена для занятий в баскетболу, футболу, волейболу. Это долгочекная площадка для нашей Балаклищины, для наших детлахив. В Балаклищине за этот год построили две площадки с искусственным покрытием для игры в футбол и две многофункциональные с резиновым покрытием. Сейчас изготавливается проектно-сметная документация для реконструкции четырех спортплощадок, ремонтные работы на которых выполнят за счет софинансирования районного и областного бюджетов. В Харькове некоторые спорткомплексы старых построек уже долгое время нуждаются в ремонте и модернизации. Реконструкция спорткомплекса ХТЗ, рассказывают областные чиновники, уже на завершающей стадии. Заканчивает ремонт легкоатлетического манежа с установкой специального покрытия. Полностью обновлен спортивный инвентарь. Мы затеяли беспрецедентную реконструкцию и ремонт нашего областного спортивного комплекса ХТЗ. Там есть постройки 70-х годов, 60-х, даже 50-х годов. Развитие физико-культуры и спорта в Харьковской области является приоритетным и находится на постоянном контроле у главы администрации Юлии Светличной. Также более 1 миллиона 800 тысяч гривен выделено на инвентаризацию текущей работы и утепление фасада школы высшего спортивного мастерства на улице Динамовской. По словам чиновника, это здание практически никогда не знало капитального ремонта. В этом году на приобретение инвентаря для детских спортивных школ из областного бюджета выделено более 1 миллиона 200 тысяч гривен. Еще 2 миллиона 700 тысяч гривен на инвентарь для спортшколы ХТЗ. Наша задача как управление, это и администрация, это чтобы мы могли предоставить комфортные условия тренерскому составу для проведения учебно-тренировочного процесса. Также в регионе уже заканчивают создание 10 искусственных футбольных полей и планируют построить еще 27. Футбольные поля, которые сегодня идут по программе государственной, в первую очередь, с софинансированием местным, то есть 50% дает государство, 50% местное самоуправление. Помимо стадиона «Авангард Змеёве», который открыли после реконструкции 1 июня, сейчас порядок приводит главный стадион «Дергачей». Разрабатываются проекты реконструкции стадионов и в других районных центрах. Ольга Куриленко, Александр Логутин, Медиагруппа «Объектив».